МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Озадачил и не на шутку взволновал жителей. Однако, как выяснилось, и у самого Радио Фаритовича отпуск случился неспокойный. Мы не знаем доподлинно, что на самом деле произошло, что случилось в голове отдыхающего главы, но внезапно и без всяких предупреждений дорогой Радио Фаритович учреждает некий совет по вопросам повышения качества жизни. Учредил прямо в разгар отпуска. Все бросил и учредил. Возможно, посреди блаженного безделия или разнузнанного веселья у Радио Фаритовича действительно что-то упало, я имею в виду уровень жизни или качество жизни. Мы этого точно не знаем. Может быть, он осознал, как плохо и ужасно живут его сограждане, что, конечно, маловероятнее. Но так или иначе, новая сущность и бюрократическая единица учреждена. Остается только наполнить этот совет кем-нибудь очень верным и необязательно умным, как, собственно, и происходит с любыми советами при главе Республики Башкортостан. На прошедшей неделе информационное пространство Республики всколыхнула трагическая история о гибели 4-летней девочки в Уфе. Собственно, событие это произошло еще 8 февраля, но известно стало о нем вот на прошлой неделе. Мать девочки обвиняет в некомпетентности медиков. Минздрав Республики вяло отбрюхивается тем, что сами, мол, виноваты, в общем, обвиняет родителей. Следственный комитет тем временем возбуждает уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Бастрыкин, как обычно, впрочем, берет на контроль яркое и громкое дело. В общем, вот такая страшная история. Неожиданная деталь насторожила наиболее суеверных жителей Республики Башкортостан и заключается она в том, что в определенный момент, естественно, до смерти девочки, Ради Хабиров встречается на каком-то мероприятии с этим ребенком и приглашает ее на грядущий праздник 9 мая. Ну, те, кто верят в приметы, черную магию и прочий оккультизм, уже предположили, что в этом что-то не так, и призывают родителей держать своих детей подальше от Хабирова, дескать, там какой-то сглаз и черная магия. Мы, конечно, во все это не верим, но полагаем, что Ради Хабирову как минимум должно быть стыдно за тот уровень медицины, который он обеспечил жителям Республики Башкортостан. Стыдно это как минимум. А на самом деле кто-то действительно должен отвечать вот за такие вещи. Мы не знаем, чем закончится следствие, к какому выводу оно придет. Действительно обвинят медиков или обвинят все-таки несчастную мать в смерти ребенка, но, тем не менее, вообще вот уровень оказания медицинской помощи, особенно детям и особенно в какой-то острой ситуации, конечно, под очень большим вопросом. На прошлой неделе всю страну и, соответственно, Республику Башкортостан сколыхнула новость о том, что в этом году, в честь 9 мая, шествие бессмертного полка в крупных городах России отменяется. Вместо того, чтобы пройти по центральным улицам и площадям с портретами павших в Великой Отечественной войне предков, гражданам предлагается эти портреты наносить на верхнюю одежду либо на окна собственных автомобилей. Власти объясняют подобное решение соображениями безопасности. Дескать, вот теперь бессмертный полк – это дело небезопасное. Ну, как говорится, тут минуточку. Год назад, когда уже вовсю бушевала специальная военная операция, у нас во всех городах и в Уфе прошел бессмертный полк. Губернаторы наперебой мерились друг с другом длиной колонны этого бессмертного полка в каждой губернии и всячески доказывали в Москве свою верноподданность и патриотичность настроя своих граждан. То есть, год назад все было нормально с безопасностью. Если возникли какие-то существенные угрозы жителям вот в процессе подобных шествий, и они сейчас существуют в крупных городах Урала, Сибири, Заполярье и, например, какого-нибудь Хабаровского края, то, наверное, власти должны рассказать нам, что же это за страшные опасности, чего мы боимся или должны бояться. В принципе, это на самом деле обязанность властей оповещать граждан о существенных опасностях, которые существуют в их жизни. Не только их предотвращать, но и оповещать. Об этом пока ничего не говорится. Надеемся, нам расскажут об этих страшных, ужасных опасностях, которые у нас теперь наличствуют в нашей жизни в связи с, например, какими-нибудь шествиями и проходами по улицам. В социальных сетях, конечно, ура патриотов сильно бомбит. Они не понимают. Они, ну, как сказать, уже все заготовили. У них портреты стоят в коридорах. Они наобещали детям и внукам, что они пойдут с портретами прадедушек и прапрадедушек по улицам. Но вот это внезапное решение, которое обнулило возможность для ура патриотов не только подтвердить свою верность режиму, но и продемонстрировать свою приверженность к идеалам прошлого и благодарность предкам за их светлую жизнь и безбедную жизнь сейчас. Это, конечно, их очень сильно покоробило. Одновременно с этим злые языки предположили, что причиной отмены бессмертного полка на самом деле являются опасениями властей, что в колонны несущих портреты своих предков, погибших в Великой Отечественной войне, вольются многочисленные желающие, которые будут нести портреты недавно убиенных отцов, сыновей, братьев, убиенных на специальной военной операции. Ну, и это как-то изменит, ну, как тематику, так и настрой шествия, ну, по предположению тех, кто предполагает, чего боятся власти. Ну, на мой взгляд, подобное предположение действительно не лишено логики. Долгие годы в головы патриотов, причем патриотов всех мастей и разливов, вбивали мысль и тезис о том, что, ну, как бы, между Великой Отечественной войной и нынешней ситуацией противостояния с Западом на самом деле невелика разница. Соответственно, эти же самые ура-патриоты абсолютно логично и, ну, как бы, уместно могут предположить, что, ну, и жертвы нынешней ситуации, они вполне себе, как бы, адекватны тому, что происходило в Великой Отечественной войне, и эти люди такие же герои. То есть, это эмпирическое предположение может послужить некой угрозой властям, в том смысле, что значительное количество людей захочет продемонстрировать портреты убитых, погибших на специальной военной операции, и, соответственно, как-то вот смысл этого мероприятия будет изменен. При этом существует еще один парадокс. Нынешние власти, в том числе власти, например, Республики Башкортостан, продолжают всячески ассоциировать специальную военную операцию с Великой Отечественной войной. Ну, чего стоит только там та самая знаменитая Советская площадь, с которой там и отправляют на специальную военную операцию, и встречают в отпуск со специальной военной операцией. Все вот под сенью вот этих вот героев былых лет, и, я бы сказал, былых веков. Но, собственно, вот здесь, как говорится, нашла коса на камень, и я с осторожностью могу предположить, что в России начинается демонтаж вот этой системы пропаганды, построенной на достижениях и величия Великой Отечественной войны, потому что аналогия с нынешней ситуацией становится критической, и уже как-то вот нельзя продолжать. Посмотрим, посмотрим, это мое предположение, но это, конечно, очень больно ударит по чувствам и настроям вот этих вот простеньких и незамысловатых ура-патриотов, которые вполне себе замечательно восприняли и схавали вот эту идею величия, минуя этап сытости. Соответственно, мы будем наблюдать, а ура-патриотам, ну, будем сочувствовать, пускай клеют портреты на верхнюю одежду или окна своих автомобилей. Наш канал существует и держится на плаву исключительно за счет поддержки наших подписчиков и зрителей. И, на самом деле, это хорошо. Это такая сбалансированная самовоспроизводящаяся система. Мы производим для вас новости, а вы помогаете нашему каналу материально. Помогать ему можно материально, только перечисляя деньги на расчетный счет, который мы показываем в конце каждого выпуска, который есть в описании каждого выпуска, и, в общем, найти его несложно. Мы благодарны всем, кто понимает, что каналу нужно помогать и материально, напоминаем о том, что не нужно никаких гигантских сумм, достаточно еженедельно 100-200 рублей, и вот на эти деньги мы вполне себе продолжим нашу деятельность, надеюсь, полезную и нужную вам. Криминал среди чиновников Башкортостана так многообразен, что действительно мы каждый выпуск складываем из него определенную хронику. На минувшую неделю арбитражный суд города Москвы поставил точку в споре между Фондом развития моногородов Российской Федерации и правительством Республики Башкортостан. Арбитражный суд постановил вернуть деньги, которые этот фонд передавал в распоряжение правительства Республики для строительства очистных сооружений в городе Кумертау. Суд счел неубедительными аргументы, которые были представлены правительством Республики и, соответственно, признал, что вот эти очистные сооружения были построены недолжным образом. На самом деле это смертельный удар по позиции тех, кто собирается все-таки отмазывать Бориса Беляева от уголовного преследования в другом уже уголовном суде, который длится у нас здесь в Республике. Решение арбитражного суда в Москве прямым образом, даже не косвенным подтверждает наличие ущерба, который нанес господин Беляев и господин Кучербаев. Соответственно, я вот даже не знаю, как теперь будет это все продолжаться в суде. На Кучербаева, конечно, махнули рукой, он, видимо, уже гарантированно садится в тюрьму, а вот с Беляевым продолжают возиться. Беляева продолжают пытаться отмазать от уголовного преследования, ну, потому что мы уже говорили, почему? Потому что тесть Беляева ближайший соратник-компаньон ради Хабирова, и Хабиров, судя по всему, не может себе позволить того, чтобы Беляев загремел в тюрьму даже за реальное преступление. И вот это решение арбитражного суда определенным образом разрушает позицию защиты Бориса Беляева в суде. Ущерб уже доказан. А еще на прошедшей неделе суд отказал Дмитрию Комлеву в изменении формы наказания. Комлев просил его чуть ли не отпустить под домашний арест, исправительную работу ему назначить. А вообще-то на минуточку он получил 9 лет колонии. То есть, на моей памяти это впервые такое ходатайство прозвучало, и суд, естественно, его отклонил, потому что Комлев по мнению суда и по решению суда, вступившего в силу, совершил тяжкое преступление, от него пострадали многие сотни людей, соответственно, тут как бы, все-таки принцип адекватности назначения наказания должен присутствовать. И, значит, сидеть там где-то дома и исправительные работы, а он, собственно, где хотел проходить исправительные работы, он был раньше депутатом и директором вот этого вот, вот этой компании, строившей Миловский парк. Он где предполагал себе исправительные работы? В Горсовете проходить в качестве депутата, вот это было бы особенно смешно. Но, как говорится, не вышло, и Комлев продолжает отбывать свой девятилетний срок, который он, конечно же, отбудет не целиком ввиду примерного поведения, но, тем не менее, как говорится, что-то отсидит. А вот мэру Салавата Игорю Миронову суд на минувшей неделе продлил меру пресечения до 9 июня. Миронов подозревается в нарушениях, связанных с организацией концессии на электросети города Салавата, и это дело только-только начинается, потому, судя по всему, Миронову действительно придется быть под санкциями достаточно долго, под санкциями суда, я имею в виду, а впоследствии возможно и получить уголовный приговор, ему, напомню, грозит до 4 лет лишения свободы. Но, кроме него, в эту историю вовлечены другие могущественные силы, и задержанный не так давно господин Каримов, и упоминаемый бесконечно господин Сидякин, и многие-многие другие. Но, помимо всего прочего, кроме Салавата, есть еще два замечательных города с такой же концессией, это Стерлитамак и Ишимбай. А еще прокуратура возбудила дело против градоначальника Благовещенска Олега Голова, который подозревается в излишне вольном использовании государственного казенного имущества в собственных интересах. Речь идет о том, что слишком уж вольготно господин Голов использовал служебный автотранспорт, бесконечно разъезжая с Благовещенского в Уфу по личным делам, и, как говорят злые языки Благовещенска, Голов на самом деле проживает в Уфе, несмотря на то, что он является мэром Благовещенска, что, конечно, не очень красиво с точки зрения поведения в отношении города, который верен в твое управление, и наводит на мысль о том, что человек считает, что он туда ненадолго попал, так как даже не меняет место жительства. Но, собственно, пример мэра Благовещенска это зеркальное отражение господина Хабирова, который позволяет себе существенно более масштабные вещи, но на него смотрят вот эти вот совершенно микроскопические подчиненные типа мэра Благовещенска смотрят на Хабирова и думают, а чем я хуже? Хабиров даже в Раевку из Уфы летает на служебном вертолете, а вот господин Голов на служебном крузаке гонял в Уфу значит, по пять раз в день. Вот, как говорится, и догонялся. В недавно благоустроенном парке Первомайский в Черниковке случилось ЧП. Оборвалась цепь качелей, ребенок упал, ребенок травмирован, диагностировали сотрясение мозга, ну, хорошо, что не погиб. Мы помним, как Ради Хабиров требовал, стучал по столу кулаком, требовал от всех муниципалитетов, от всех детских площадок замены качелей на жесткой сцепке, вот на эти самые качели на цепочках или веревках. Ну, собственно, закончилось это тем, что почти все муниципалитеты в тот момент закупали эти качели у одного единственного поставщика, чудесным образом расположенного в Красногорске. Помните, да? Пиксельные елки, качельки на цепочках. И вот теперь эти качельки стали рваться, причем рваться достаточно быстро, и тут уже, как говорится, не до суеверий. На мой взгляд, родители должны очень серьезно задуматься, стоит ли позволять детям вообще гулять и играть в тех парках, которые недавно благоустроены командой Хабирова и, значит, вот входит в эту всю систему благоустройства. Ну, вспомните парк Кашкадан с неогороженными пандусами, с которых можно насмерть разбиться, упав вниз ребенку. Вот теперь, значит, парк Первомайский с оборвавшимися цепочками надо беречь своих детей самим, потому что рассчитывать на надежность конструкций, которые нам, значит, внедряют в городе вот эти вот товарищи из Красногорска, либо их покровители из нашего Башкирского Белого дома никак нельзя. Тем временем беззаботный мэр Уфы Ратмир Мавлиев вообще никак не беспокоится о безопасности детей в парке Первомайский или в парке Кашкадан. У него свои заботы и развлечения. Он гоняет на велике по Зеленой Роще, мечтает о том, что он откроет речной вокзал в Уфе. Какой речной вокзал, Ратмир Рафилович? У вас цирк рушится и обрушается вообще? Вам будут этим заняться? У вас на проспекте 10-сантиметровая колея на асфальте, а вы про какой-то речной вокзал на реке, в которой практически нет навигации? Ну, в общем, это, конечно, бред какой-то, бредовый, но вот такие вот у нас КВНщики в мэрии. Причем, с другой стороны, мэрия Уфы вот с упорством, достойным лучшего применения, продолжает проигрывать суды, оспаривая собственные решения. На этот раз арбитражный суд по апелляциям номер 18 в городе Челябинске в очередной раз отклонил требования администрации Уфы признать решение администрации Уфы не действительным в отношении вот этого самого ЖК Зе Прайм. Речь идет все о том пресловутом жилом комплексе, который возник на месте снесенного АКФ около цирка. Ну, пора, пожалуй, пора признаться, что мэрия обделалась, что мэрия ничего с этим поделать не может. Мне и самому не нравится вот это строительство в парке. Я проезжая мимо, диву даюсь, как это могло случиться. И вот по-хорошему надо найти тех, кто дал разрешение на это строительство и их наказать. Но мэрия пытается просто отменить свое решение в суде. Не получится, судя по всему, потому что суды многих инстанций уже признали пакет документов застройщика действительным и достаточным, да и само здание этого жилого комплекса уже существенно вылезло из земли. Нужно утереться и двигаться дальше. Но, я повторюсь, нужно найти тех идиотов, которые все это подписали и оформили, выяснить, не получили ли они за это деньги и, как говорится, с ними должным образом разобраться. Вот это было бы последовательно. А вот то, что сейчас делает мэрия, это пустая истерика. В этом году тихо, неслышно и незаметно подкрадываются выборы в госсобрание Курулта Республики Башкортостан, которые пройдут у нас в ближайшем сентябре. Единая Россия готовится к своим потешным праймерис, предварительным выборам, по результатам которых планируют выдвинуть самых духовитых единороссов на выборы в госсобрание. Ну, вот беда. В отсутствии вообще какой-либо политической жизни в регионе простые граждане ну, никак не желают в этих праймерис участвовать. Ну, вот, хоть вы тресните. А членов партии так недостаточно, чтобы, ну, придать значение этому событию, что вот получается как-то немножко конфузливо. Ну, как обычно включен административный ресурс. Ну, что делать? Нет граждан, значит, нагоним граждан. И вот уже соцсети запестрили сканами переписок в WhatsApp и других соцсетях родителей с учителями, воспитателями детских садов, где эти воспитатели детских садов и учителя опубликуют инструкции, что родителям нужно явиться куда-то, где-то там электронно проголосовать в праймере с единой Россией. Ну, я много прочитал этих сканов, там есть совершенно непечатные, как говорится, ответы родителей, но так или иначе несчастным воспитателям детских садов и учителям установлен лимит, определенная разнарядка, по которым они должны привлечь какое-то количество родителей к участию в этом праймере. Иначе праймерес не будет выглядеть убедительно, а значит и кандидаты от Единой России, которые будут выдвинуты на выборы в сентябре, тоже не будут убедительными. Ну, такая мысль вот сейчас у политтехнологов Единой России. Но, собственно, в этом году по линии как раз партии Единой России, как нам известно, в госсобрание пожелали попасть такие выдающиеся сыны башкирского народа, как Шамиль Валеев, Валериан Гагин и Джефф Монсон. Ну, интересно, проголосуют ли за них вообще граждане на выборах, либо все-таки эти достойнейшие сыны башкирского народа предпочтут проскользнуть в число депутатов в госсобрание по партийным спискам. Нам пока это неизвестно, но известно о том, что вот эта развеселая троица, возможно, еще некоторые другие достойные представители и сыны башкирского народа попытают счастье на выборы в госсобрание именно от партии «Единая Россия». Вот эти вот духовитые, матерые, единороссы, Гагин, Валеев и Монсон, они, я думаю, будут лицом этой избирательной кампании. После грандиозной заварушки с субботниками, воскресниками и четверговниками в Уфе мы попросили наших подписчиков прислать нам результаты вот этих вот немыслимых усилий властей города и республики и результаты того, как 200 тысяч несчастных бюджетников выгнали на улице подметать и убирать мусор руками. Ну, собственно, вот нам прислали, например, как все это выглядит после того, как все это убрали. На улице 50 лет СССР в Уфе вот такой ужас творится в сквере, который там в створе вот этого торгового центра «Июнь», ну и, собственно, под путепроводом, который тоже недалеко. Картина, конечно, страшенная, абсолютно жуткая и никакой уборкой там и не пахнет. А вот нам прислали фотографию моста в деревне Бедеева поляна Благовещенского района республики Башкортостан Совсем недавно в этот район приезжал дорогой Ради Фаритович и так хвалил, так хвалил за благоустройство в район, что глава района чуть не лопнула от гордости. Может быть, просто не туда возили дорогого Ради Фаритовича? Посмотрите на этот мост и, как говорится, трезво ужаснитесь. Ну и снова Уфа, улица Менделеева и Большая Московская. Вот так примерно выглядит там территория после уборки, но тут, как говорится, без комментариев. Чтобы подытожить вот этот вопрос, а может быть, и продолжить его, так что присылайте и дальше нам состояние ваших дворов и улиц, хочется сказать, что на самом деле этих писем существенно больше, их очень много, их так много, что из них можно делать отдельную передачу. Я прихожу к печальному выводу, что вся вот эта уборка территории и подметание улиц силами 200 тысяч бюджетников оказались фарсом и пустой тратой времени и денег, кстати говоря, немалых. Что-то надо делать, что-то надо менять, но, как говорил Остап Бендер, за чистоту улиц не нужно бороться, а улицы надо просто подметать. Все чаще и чаще сами себе мы задаем тот знаменитый вопрос, который прозвучал давным-давно, кстати, прозвучал в песне Юрия Шевчука «Что же будет с Родиной и с нами? Куда ведут нас кремлевские старцы? Куда ведут нас обезумевшие от страха перед ними губернаторы и прочее, и прочее? Куда, собственно, идем мы покорно вслед за ними? Вопрос этот действительно чаще и чаще звучит в головах у наших сограждан и у нас самих, и потому мы провели опрос на эту тему в нашем телеграм-канале «Открытая политика», который, кстати говоря, вполне себе живет и здравствует, потихонечку растет и подписаться на который мы всех вас призываем. Так вот, мы задали вопрос и привели опрос в нашем телеграм-канале о будущем страны, как оно видится нашим подписчикам на дистанции там 10-15 лет. В опросе поучаствовала довольно большая часть наших подписчиков, свыше 1200 человек ответили на этот вопрос, и, кстати говоря, результаты меня удивили, прямо скажем. 14% опрошенных уверены в возврате к СССР, то есть они видят наше будущее как СССР 2.0. 17% опрошенных безосновательно верят в процветание России во что бы то ни стало, при любых раскладах. 18% опрошенных опасаются распада Российской Федерации на отдельные территории, что тоже, на самом деле, конечно, не безосновательно. Вот большинство проголосовавших в нашем опросе 51% подтвердили репутацию людей разумных, подтвердили тезис о том, что подписчики телеграм-канала «Открытая политика» это исключительно разумные люди. И потому я это утверждаю, что они проголосовали за вариант того, что Россия, на самом деле, в будущем, в ближайшие 10-15 лет вероятнее всего будет медленно угасать и деградировать. К сожалению, это наиболее реалистичный сценарий для развития нашей страны. И, к сожалению, я присоединяюсь к этому 51%. Увы, имея то, что мы сейчас имеем в качестве власти и в качестве системы управления, иного сценария для нас не предусмотрено. Но есть еще как бы и худшие варианты, вот тот самый распад, тот самый возврат к СССР 2.0, но не будем их рассматривать, будем рассматривать самый реалистичный. Увы, все печально, но надежда, как говорится, умирает последней. И в наших силах что-то изменить, что-то исправить и что-то перенаправить в правильное русло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова